Итак, смотрите, мы дальше разговариваем с вами тему. Мы сейчас движемся, двигаться дальше будем. Итак, что такое неправильное отношение к себе? Давайте сейчас будем это изучать. Мы изучили, что такое эгоизм, да? И что такое неправильное отношение к себе? Внимательно послушайте меня. Это очень толкий момент. Ну, допустим, я сделал какой-то неправильный поступок. И думаю, ну и свинья же нет. Так можно делать? Нет. Кто считает, что нет поднимет? А кто считает, что можно? Так вот в этом заключается проблема, мои хорошие. Истинный эгоизм означает, что человек может себя обвинять. Может себя обвинить, сказать, да, я неправ. И в это время что внутри у него возникает? Ощущение. Ощущение, что правильное. К себе хорошее отношение. Правильно. К себе хорошее отношение возникает. Он сказал, да, я плохой человек. Редиско. Как в фильме, да? Редиско, нехороший человек. Плохой человек я. И что в этот момент возникает? Обвлечение. Обвлечение. Называется истинный эгоизм. Проявление истинного эгоизма. Человек должен себе сказать, что я неправ. Видите, современная психология как учит? Надо как к себе относиться? Ты всегда прав. Я солнце. Я большое светлое солнце. Я большое светлое солнце. Я занимался футагенной тренировкой в детстве. Леви книжку нашел и начал медитировать. Я большое светлое солнце. И вот я вам рассказываю реальные случаи из моей жизни. Я уже чувствую, что я такое большое светлое солнце. Но чувствую, что кто-то мешает мне быть большим солнцем. Чувствую, что кто-то мешает. И в это время мама ко мне подходит и говорит, солнышко, тебе пора убираться в квартире. Мама говорит мне, солнышко. Так прямо назвала меня. А я не солнышко, я большое светлое солнце. И большое светлое солнце, оно не обязано убираться в квартире. Оно сияет для всех. Это те, кто получают энергию этого солнышка, должны убираться в квартире, по идее. Я такой открыл глаза. Я сияющий такой, весь светлый. Она мне помешала сиять. Я говорю, мама, ты мне помешала сиять? Она мне сказала, нет, мой хороший, я тебе помогаю сиять. И убирайся. Я почувствовал, что-то не то. Что-то и не то я сделал. Что-то не то. Только сейчас я понимаю, что вот эти методы практики, которые сейчас очень популярны в психологии. Современная психология сплошь и рядом считает, что надо к себе относиться очень хорошо. Во всех случаях жизни. Бросила мужа, ничего страшного. Ну, хорошо. Ребенка аборт сделала? Неспокойно, неспокойно. Но чем мы в это время по факту занимаемся? Мы закрываем рот совести. Мы ее так молчаем. Понимаете, нет, о чем я говорю? Страшно? Да? Когда мы совести рот закрыли, совесть за что отвечает? Она отвечает за предвидение несчастных случаев. Она отвечает, показывает тебе, ты болен, ты болен. Лечись совесть, говорит, школа совести. Она говорит, туда не ходи, снег по шкафу пойдет, больно будет. Совесть говорит об этом. Она предвидит несчастный случай совести. Мы закрыли ее. С этим человеком не общайся, он тебя обманет. Совесть говорит. Замуж эту девушку не бери. Это эта штука говорит. Мы когда ее закрываем, затыкаем ей рот. Я хороший, я хороший. Заткнули. Все, до свидания. Мы не можем понять, что делать. Мы в иллюзии находимся в полной. Понимаете это или нет? Что есть истинное чувство собственного достоинства. Это означает, что я хороший. Это факт. Только в том случае, если я раскаялся. Вот я хороший, это факт. Но мне надо сначала сказать себе, ну если не я же ты, что ты так поступил, и дальше что сделать? Исправляться. Вот тогда внутри возникает чувство правильное. Правильно так и надо. Да, по факту ты хороший, если будешь правильно жить. Надо, чтобы быть, надо стараться быть хорошим. Но не с помощью самогнушения. Но вот смотрите, интересная вещь внутри у нас существует. А мы ведь каждую секунду жизни этим самогнушением занимаемся. Вот знаете, я вам сейчас одну вещь интересную скажу, которую вы сейчас почувствуете, что у вас тоже есть. Вот когда у меня вот мужчина вот там наверху сидит, когда он мне возразил, у меня вот здесь знаете, что появилось? Чуть-то он мне возражает. Я же все знаю, а он ничего не знает. Я такой говорю, вы почувствовали, нет, что у меня появилось? Не почувствовал? Спасибо, вы хороший человек просто, поэтому не почувствовал. Я почувствовал. И это есть? Вот эта штука есть у нас? Мы же себя всегда хотим оправдывать. Теперь спрашивается, вот знаете, вот вопрос, а если я не буду себя всегда оправдывать, я стану жалким и несчастным или нет? Вот это вопрос. Хотите, я вам отвечу? Не стану. Не стану. Потому что, когда человек правду себе говорит все время и хочет исправиться, у него внутри появляется истинное чувство собственного достоинства. означает, что он себя ценит за такую жизнь. Вот смотрите, веды говорят, человек не может себя просто так хорошо ценить. Не может. Он может себя ценить только за правильную жизнь. Вот когда человек сделал все правильно в жизни, у него внутри пришло, молодец. Откуда? От совести пришло. От совести. Она нас оценивает. Она нам сказала, молодец. И как мы должны ответить на это? Как мы должны ответить? Она сказала, молодец. А? Да. Да, мы должны ответить, я хочу больше тебе служить. Я хочу еще больше сделать. Может быть, ты считаешь, что я молодец, но я хочу еще больше. Вот это наше истинное чувство достоинства. Я хочу больше служить. Я хочу больше служить. Ты считаешь, что молодец, а я хочу еще больше. Понимаете, да? И так хорошо жить в таком состоянии. Но когда человек постоянно себя оправдывает, он говорит, я хороший, мой муж плохой, я хороший, дети плохие, я хороший, на работе все плохие. Чем он занимается? Разрушает свою жизнь. Если мне сказали, я плохой, надо, потому что эгоизм мне нравится, подышать немножко и пытаться понять, к чему так сказать, пытаться понять. И тогда внутри, по старшеству и части потом, сначала горький вкус, потом сладкий. Маленькая девочка, глупая. Детей у них, естественно, правда в сердце живет, они чувствуют. То есть, безусловной любовью нужно только других любить, но не всегда. О, моя хорошая. Как вы сказали-то правильно. Безусловной любовью. Да у нас нет этой безусловной любви. Мы нищие. У нас нет любви. Мы только пытаемся любить. Вот если бы у вас была любовь, вы всегда любили. Если у меня что-то есть, у меня, допустим, пять рублей есть, я в любой момент могу отдать. Так? Смотрите, у вас иногда вы можете отдать, иногда нет. Почему? Потому что иногда вам ее дают, а иногда не дают. Это не наша вещь. Поэтому, по факту, мы даже не должны думать о том, что мы любим. Мы просто служим. Служим, наполняем всей этой энергией любви. И отдаем то, что нам дали. Это нам вообще не принадлежит. Я люблю всех безусловной любовью. Да безусловная любовь вообще человеку не принадлежит. У нас внутри находится эгоизм. Он сразу все коверкает, всю эту любовь. Она уже перестает быть безусловной. Вот когда душа постоянно служит Богу, тогда, в это время, она сама, не зная того, естественным образом передает другим эту безусловную любовь. Но как только она подумала об этом, я всем передаю безусловную любовь. С этого момента любовь уже перестала быть безусловной. Она ствернилась эгоизмом. Представляете, какая сложная штука? У меня как раз, когда мы желали счастья, такое было. Мы начали желать, я вот, я желаю счастья, и нет никакого образца. Ну, как сказать, это ерунда вообще, что-то им не идет. А потом представила, как добрасть человека святого, ну, например, зона Хейроста, да? Которого я, может быть, считай, достойный. И сразу, то есть, раз, я чувствую, на это я пошла, то есть я проводник, то есть это не мое, не моя энергия, так сказать. Правильно? Я бы поняла. Правильно, конечно, правильно. Джон Феверкс, это не то, что достойный человек. Сникальный, с ним. Ну, человек достойный, ну, скажем так, моему уважению. Нет, нет, это не человек достойный вашего уважения. Вообще уважение? Нет, это не темно. Джон Феверкс, это человек, которому надо отдать свою жизнь. Он такой чистый. Вы даже представить себе не можете. Я имел отношение с этим человеком. Он соткан из одной чистоты. Когда он оставлял тело, он в таком состоянии оставлял, что все поняли, что это сама святость. Просто одни мысли об этом человеке очищаются знанием. И поэтому вы смогли выполнить это задание. У вас получилось. Потому что вы правильно направили свои мысли. И не только этот человек. Есть много святых возвышенных людей, которые искренне служат Богу. Мы должны изучать эту тему. Изучаем. Это очень важно для нас. Итак, смотрите. Правильное отношение к себе. Я хочу быть достойным человеком. Не я достойный человек. Это не я оцениваю, достойный я или нет. Это оценивает совесть. Я хочу быть достойным человеком. И буду достойным человеком. Буду. Я буду служить совести до тех пор, пока она не признает меня достойным. Но этого недостаточно, мне не нужно признание. Я буду продолжать служить. Я хочу служить. Я не хочу даже этого достоинства, я хочу служить. Вот когда человек просто хочет жить так, чтобы совесть его признала, это один уровень жизни, это уже достойное существование. Но если человек даже не обращает внимания на это признание и продолжает служить, ему не нужно признание. Это еще более высокий уровень сознания. И тогда чувство достоинства, собственно, достоинство становится великим. Такой человек становится великим. Кто великий человек? Тот, кто забыл про себя. Как он выглядит? Выглядит как великий человек. Бог наполняет его силой. Или человек сам себя пытается наполнить силой, и он становится пупом земли, которому противно смотреть. Или Бог наполняет человека силой, и он становится великим. Но ему не хочется быть великим такому человеку. Он хочет быть маленьким слугой все время. Но Бог ему наполняет силы. Видите, как классно? Когда женщина хочет быть замуж, выйти замуж, ей все мешает это сделать. Когда она начинает всем служить, как женщина, ее прямо выстраиваются в ряд мужики. Все хотят ее взять замуж. Спасибо за помощь. Помогать, видите, помогает. Сегодня лекция хорошая. Видно, кто-то, какой-то хороший человек на лекции присутствует. Такое чувство. Все помогают, дети, все. Природа начинает помогать сразу. Вы чувствуете, что какой-то хороший человек присутствует? Думаете, что это я? Мне это тоже нравится. Природа начинает помогать. Ну ладно, продолжим эту беседу. Итак, неправильное отношение к себе что делает? Рушит всю жизнь. Всю жизнь. Камля на камне оставляет. Если человек начал себя оправдывать в жизни, все, ему конец. Что значит себя оправдывать? Это значит критиковать других. Украина плохая, правительство плохая, комбасы в Академии нет. Все, конец, судьба будет разрушена. Внимательно слушайте меня. Есть одна такая форма жизни человеческой, форма жизни человеческой, называется бабки. Эти бабки, они сидят на лавочке, сидят на лавочке. Я разок в Риге прошел мимо бабок, они сидят на лавочке. Я когда прошел мимо них, я узнал все про себя, про лысину, про очки, про нос длинный. Про все. Постоянно этим занимаются. Страшно. А? Зеркало не надо даже, все рассказали. Да про меня-то все нормально, мне было нормально, я все понял про себя. Вопрос про них. Про них, проблема-то не в этом. Проблема-то, я понятно, что у меня нос там и все. И не раз уже говорили. Я согласен. Я не про это сейчас говорил. Я говорю про то, что это страшно так жить. Потому что это разрушение жизни. Человек разрушает свою жизнь просто. Есть два типа людей. Смотрите, один тип людей. Ведок сравнивается с пчелами. Пчелы к чему летят все время? К меду, к нектару. Нектар означает любовь. Они, пчела летит, она летит, она хочет чего? Только меда. Она видит разные предметы вокруг, да, она видит разных людей. Кто-то хорошо себя ведет, кто-то неплохо. Есть президент страны, может быть он плохо себя ведет. Есть там политика в стране неправильная. Но пчела куда летит? Она ищет, рассуждает о президенте страны, политике неправильной. Она новости смотрит политически или куда она летит? Она летит только к нектару. Она хочет только святости. Она летит только к нектару. Находит нектар, берет его на лапки на свои. Не себе в рот берет, а на лапки. Заметьте. Заметьте этот момент. А? Я говорю про нектар сейчас. Пыльца это что? Кто там возражает? Кто возражает? Где человек-то? Кто голос неба какой-то. Где человек-то? Ну, поднимается. С кем говорит? Я думаю, ну-ну-ну-ну. Увидит. С кем говорю? С вами. Пыльца это нектар? Она нектар язычком берет, а бойцу на лапки собирает. А-а-а. А пыльца это что, не нектар что ли? А что-то нектар что такое? Не кажется, сама сладкая, а вы как-то, она собирает. Сбро. Собирает, потом что, она ее ест? Нет. Она приносит. А-а-а. Приносит, да? А вы что делаете со сладкой этой? Да. Да. Тоже, вы тоже пчела. Хорошо. Хорошо. Мы хотим, мы хотим быть пчелами здесь, мы поэтому собрались. Спасибо вам за ваше рассуждение. Я не соображаю, я там не соображаю в этом совсем. Я не пчеловод, но просто идея какая. Пчела прилетела к цветку, да? Есть пыльца, веды говорят, что это тоже проявление любви, как нектар, пыльца цветка. И еще, оказывается, есть вот эта сладкая часть, да? Она в рот ее берет. В рот берет, и потом прилетает. Дальше что она делает? В улей. Что она там делает в улей? Складывает все, отдает, да? Отдает. Да, и вот если, допустим, улей далеко стоит от цветка, что происходит пчелой? Долго летит. Стоп, стоп, внимательно слушайте. Долго летит, и? Может, что с ней произойти? Она может погибнуть, да? И упасть просто, да? То есть, она, ей надо улей ставить ближе к цветку, чтобы она не погибла. Потому что она хочет только служить нектару. И она летит к меду, даже жертвуя своей жизнью. И она потом в улей все приносит, мои хорошие. И когда она проголодалась, что она делает? А у нее там другое. Ну вот правильно, вот что она делает? Она пыльцу ест. Она пыльцу ест. Она прилетает в улей. Так как ей надо кушать тоже. Она проголодалась, она устала служить. Она ест улей, она ест пыльцу. И дальше что с ней происходит? Она падает вот так вот встать, вот так вот встать. Она наелась в нектары. И потом, когда она очухалась, она опять летит служить. Вот так надо жить, человек. Я говорю, так надо жить. Не надо смотреть. Но есть мухи. Мухи тоже сладкий вкус любят. Они тоже. Муха тоже летит в нектары. Тоже летит в нектар. Но по дороге она смотрит вниз. Там что-то такое. Там непорядок, бардак. Бардак. И она прилетает туда, к бардаку. Разобраться в этом вопросе. Она точно разобраться просто в этом вопросе. И она там разбирается, разбирается. Потом о парыше вылазит там. Она там уже жить начинает в этом Г. Там живет. Мухи. И мухи, они постоянно и все недовольные. Говорят о политике. И от них воняет вот эти вот Г. Почему они так живут? Потому что они просто не знают, как жить правильно. Просто не знают. Не потому что они плохие. Просто не знают. Они знают, что надо учиться видеть хорошее. Вот почему президент такой. Вот я сейчас правду. Сейчас вам хочу сказать правду. Почему президент? Да. Потому что мы такие. Президент выполняет волю нашей судьбы. Вот если бы мы были лучше, президент бы был лучше. Так устроен этот мир. Мы получаем то, что заслужили. И не больше, и не меньше. Все. И это значит хорошо или плохо жить на Украине? Хорошо, конечно. Потому что мы хотим только нектара. Надо соберем, вот насколько здесь 600 человек сидит. Соберем демонстрацию. Пойдем в дворцу президента. Поставим плакаты перед ним. И будем кричать, скандировать. Мы хотим всех любить. В том числе и президента. Мы хотим всех любить. Скандировать будем. Кто-то помешает? Нет. Все будут выстать. Все будут счастливы. Милиция скажет. Пожалуйста, пожалуйста, оставайтесь. Продолжайте как бы. Все хотят нектара. Нито не хочет его утерять. Все хотят нектара. Все хотят сладкого вкуса. И хорошие люди, и плохие. Все хотят сладкого вкуса. У кого-то искренне есть лица. Я спутываю так. То есть, ну этому козлу мы служить не будем. А пчелы не решают. Кто козел, кто нет. Они как к козлу относятся. Пчела вот летит козел. По дороге к козел попался. Как она к нему относится? Она думает, не нектар. А плетает. Просто и мертвец. Она нормально относится. Но понимает, что это не нектар. И идёт дальше к нектару. Просто и всё. Она не рассуждает о нём. Она рассуждает. Хочу нектара. Хочу служить. Хочу нектара. Когда попался козёл по дороге, она плетает. Это не нектар, но я хочу нектара. Всё, никакой концентрации. Сейчас я вам расскажу историю одну. Про одного святого человека. Он очень хотел служить Богу. Его служение заключалось в том, что он рвал нектар цветы. И приносил в храм. Он украшал алтар цветами. И его вся жизнь из этого состоял. Он постоянно думал об этих цветах, о любви. И вы скажете, бесполезная жизнь. Чего он чем-то какой-то глупостью занимался? Надо дома строить. Надо там копать, рубить. А он просто цветы таскал в храм. Вот я вам скажу одну вещь. Знаете, что когда человек свою жизнь любви посвящает, от него исходит такая сила, что всем лучше становится. Всем лучше становится. Все могут все свои дела выполнять. И они все, все люди вокруг наполняются счастьем. Знаете, как раз возникла Россия? Я думаю, что Украина точно так же возникла. Точно так же. Знаете, как Россия была построена? Сейчас я вам расскажу. Был такой великий святой Сергий Радонежский. Он просто поехал и начал жить в лесу. Так как он святой, вокруг него сразу же начали жить много других людей. Сначала монахи, а потом простые люди построили свое жилье. И у Сергий Радонежского было порядка 200 учеников. Все эти 200 учеников поехали в лес, в разные места, и начали там жить в одиночестве. И вокруг них всех выросли сначала поселки, а потом города. И внутри каждого города, вот вокруг Москвы, стоит храм. Здесь называется Золотое кольцо. В России Золотое кольцо. Самое золотое. У нас здесь также Киев. Как вы думаете, вокруг чего построили город? Да. Понимаете, одного святого достаточно, чтобы все вокруг были счастливы. Поэтому эта идея, что люди, которые просто служат Богу, что они бездельники, это глупая идея. Потому что те, кто служат нектару, они становятся самыми ценными людьми на этой земле. Их надо уважать больше всего, потому что они сердце приносят удачу. Есть летописи, описывают, что Серафиму Саровску люди приходили издалека просто посмотреть в лицо. Он стоял на камне, не разговаривая, думал о Боге постоянно. И в аскезе жил, постоянно в аскезе. Пытался одной снытью. Раз в день. Травой просто. Знаете, что такое сныть? Есть невозможно. Пытался только одной снытью. Когда люди смотрели ему в лицо, они думали, благодать какая! Их жизнь полностью менялась. Все. И вот этот святой, он постоянно носил цветы, и о нем ходили вот такие слухи, что он вокруг него в счастье процветает все. И царю этой местности не понравилось, как бы, что он подумал, наверное, он не святой, просто слухи какие-то. Сейчас мы его проверим. Как самый лучший способ проверить святого монаха? Женщину поставить. Нашел-ка очень красивую женщину. Нашел очень красивую женщину. Она была очень верна царю. Она была очень красива и верна царю. И он спросил ее, ты хочешь мне послужить? Она говорит, да, хочу. Тебе надо вот там быть раздетой, вот в этом месте, и ты должна соблазнить вот этого человека. Твое служение мне. Я хочу доказать, что она мальчик. Она говорит, как скажет ему Господин. И она вот в этом месте, в цветах, она разделась и села там в цветах. Раздетая красивая женщина, очень раздетая красивая. Смотрите, как он себя вел. Его сознание описано в Священных Писаниях. Он цветок для Господа, красивый цветок для Господа, красивый цветок для Господа. Не цветок. Красивый цветок для Господа. Почему так? Потому что эта энергия, которая исходит от женщины красивой, она непреодолима, это огромная сила. Но не для того, кто находится в нектаре служения Богу. Потому что этот нектар тысячи раз сильнее, чем нашего желания наслаждаться делами друг друга. Боже, тысячи раз сильнее. Когда человек живет в таком состоянии, удача бежит сама за ним. Почему? Потому что эта жизнь, она благословена. Нам не хватает в этой жизни только любви. И когда человек служит источнику любви, тогда Бог хочет, чтобы он жил. Он дает ему в жизни удачу, помогает ему. Как помогает через людей, сердца людей, они заботятся о таком человеке. Единственной обязанностью такого человека является продолжать служить Богу. И дарить всем свою любовь. Итак, смотрите, неправильное состояние чувства собственного достоинства, неправильное отношение к себе, в чем заключается? В том, что я обретаю сознание мухи. Что значит сознание мухи? У меня жизнь плохая, мне не повезло, близкие люди меня не понимают. И так далее. Вот смотрите, давайте вернемся назад. У меня жизнь плохая, это правда? Ну, в данном случае. Правда или нет? Правда? Кто считает, что правду поднимите? Ну, что вы боитесь? Я согласен с вами. Жизнь плохая, это правда. Дальше. Меня близкий человек не любит, это правда или нет? Правда. Дальше. Он жестоко ко мне относится, это правда или нет? Правда. А что не правда? Давайте будем честными. Все правда. Мне жить плохо и тяжело, это правда? Правда. Я говорю про состояние вот это, да? Правда. Все правда. Но веды говорят, такой человек обречен на поражение в жизни. Он упал в петлю, из которой вывести его может только знание. Он находится в петле, которая разрушает его жизнь и будет разрушать до тех пор, пока он не спросит у судьбы, что-то не так я делаю в своей жизни, что-то не так. Мне жить становится все хуже и хуже, хуже и хуже. Что же мне делать? Надо такой вопрос в сердце задать. Что же мне делать? Я хочу жить правильно, хочу жить правильно. Не я хочу наслаждаться, я хочу счастья. Так не надо говорить. Вот это вы не создавайте вопроса туда. Я хочу счастья, почему у меня не счастье? Я хочу счастья. Этого не надо говорить, это петля тоже. Это тоже петля. Я хочу хорошую квартиру, у меня плохая. Это петля. Не надо этого говорить. Не надо себе просить ничего, кроме одного. Пожалуйста, я хочу знать, как жить правильно. Я хочу знать, как жить правильно. Потому что все вот эти вот условия, в которых я живу, надо предоставить Богу. Пускай он сам о нем не заботится. Это его работа. Не я сам о себе заботюсь. Моя работа в чем заключается? Лететь к нектару и приносить людям. Нет у меня другой работы в этой жизни. А Бог уже сам решает, как обо мне заботиться. Что это значит? Что человеку, который правильно живет в жизни, все приходит само собой. Пришло время хорошего мужа дала судьба. Пришло время хорошую жену. Пришло время хорошую работу. Пришло время хороших друзей. Пришло время хорошую работу. Хорошее здоровье. Это нормально, так надо жить. Понимаете? Вот смотрите, все плохо, ситуация плохая. У кого сейчас такая ситуация? Поднимите-ка. У вас такая ситуация. Давайте с вами будем общаться с нашей беседой. Знаете, что нужно делать? Нужно принять это все. Вот сказать, нормально, мне так положено. Не бойтесь этого. Не значит, что это вечно будет продолжаться. Просто примите, потому что так положено. Согласитесь. Статьте человеком «да». Есть два типа людей. Есть люди «нет», которые всегда говорят в судьбе «мне положено больше». Есть люди «да», которые говорят «да», «мне так положено». Станьте человеком «да». Для этого нужна молитва. Сначала выстроим отношения с Богом. Молимся, чтобы принять судьбу. Сказать себе «да», «мне положено такая жизнь». Первое, что надо сделать. А второе, знаете, что надо сделать? Надо сказать себе «а мне не нужна такая жизнь». Мне такая жизнь не нужна. Я хочу просто служить. Я просто хочу жить для нектара. Отдавать нектар другим. И искать его. Я хочу служить Солнцу. И не хочу в этой клетке жить. В этой клетке, в которой меня мучают. Моя судьба. Я не хочу жить. Потому что я вечное существо. Я не предназначен для этой Украины. Для этого мира. Я предназначен для чего-то высшего, светлого. Я вечная душа. И я хочу сейчас служить истине. Смотрите, несмотря на то, что все плохо. Вы чем начинаете заниматься? Не искать работу, не искать жену. Не искать возможности как-то выжить. А вы максимум времени в течение дня уделяете служению судьбовому человеку в своем сердце. Вы думаете, я хочу тебе служить. Пожалуйста, займи меня служением. Повторяйте молитву. Допустим, имена Бога. Или повторяйте. Я желаю всем счастья. Если у вас нет веры, молитва. Это тоже хорошо. Я желаю всем счастья. Повторяйте. И думайте о святом человеке. Клавите всему. Это не значит, что мы не ищем работу. Мы ищем работу. Пытаемся найти работу. Пытаемся найти жену. Пытаемся сделать так, чтобы выжить. Но не придаем этому большого значения. Самое главное значение в течение дня – это внутренняя жизнь. То, что потом наполняет силой. Вот представьте себе. Смотрите ситуацию. Вы ищите работу и считаете, что это главное в жизни. Да? Допустим. Вы приходите к работодателю. Есть здесь работодатели? Вот вы работодатель, да? Я прихожу к вам на работу. Разыгрываю сыр. И я, моя главная цель в жизни – это устроиться на работу. Какая специальность-то там? Ну, какая? Говорит. А? Вяжу. Ну, я, девушка, буду вязать. Вяжу. Меня зовут Ольга. Вы знаете, я так вязать люблю вообще. И у меня хорошо получается. Знаете, мне так нравится ваш коллектив, и я вам столько пользы принесу здесь, в этом коллективе. Вы меня возьмете? Я хочу, конечно, поясу приносить. Возьмите или нет? Возьмите меня. Возьмите, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, а? Я хорошая. А я лучше всех. Возьмете? Боюсь меня? Боитесь меня? Знаете, почему она меня боится? Потому что я хочу, привязанно к работе Я больше всего на свете хочу Работать, найти вот эту Наработаю, я больше всего на свете это хочу И это страшно Потому что человек не та, не та цель жизни И судьба его отпихивает Отпихивает оттуда Вот смотрите, девушки, второй вариант Второй вариант Не буду сейчас это строить Мне жена есть, поэтому я не буду Играть эту роль Вот, но идея в чем заключается Вот представьте, допустим, девушки Вам подходит полнотый человек И он такой, я так вас люблю Я без тебя быть не могу Уйди за меня Вы согласитесь, нет? Нет Почему? Он очень сильно любит Вы хотели же, чтобы сильно любил Чересчур Чересчур не бывает Если сильно, то по максимуму Лишь устроена и сосок Рыжий день по лесу пила Я готов целовать песок По которому она будет приходила Выйдите замуж, нет? Он поклоняется вам Человек поклоняется Готов целовать песок Возьмете, выйдете, нет? Кто выйдет, поднимите руку Только тут одна Бабушка поднимает Ура! Она сейчас не прижит Понимаете или нет О чем я говорю Когда человек ставит не ту цель Жизни Себе Работа становится главной целью Он теряет себя человек Теряет себя Его чувство собственного достоинства Уничтожено Он становится ничтожеством Такой человек На него все плюют в результате Все плюют Никто не хочет его уважать Такого человека За какого мужчину Девушка выходит замуж? Который? Он как бы Он, да, он любит Но он Любит спокойно С достоинством Значит, по факту Он кого-то любит больше Себя, да, правильно И это капкан Именно такие мужчины Девушкам нравится Но Выше такого мужчины Стоит другой Который любит Бога Вторая за количество Но таких очень мало Надо такой тоже самой стать Чтобы такого мужа себе получить Он тебя очень любит Но эта любовь Его не сносит к крышу Он как это любит? Правильно Правильно Он любит Не теряя себя Его чувство достоинства Собственно сохраняется При этой любви Почему? Потому что он любит Теряя себя Кого-то другого Он любит Бога Теряя себя Потому что Мы должны кого-то любить Теряя себя Мы должны кому-то Отдавать себя У нас должна быть Высшая цель жизни Высшая Не просто цель А высшая цель И тогда жизнь Человека Расцветает Как большой цветок Красивый Он становится Он для всех Становится Нужным Такой цветок Поняли, да? Как правильно Работает чувство Как правильно Относиться к себе Или неправильно Вот это вот Медитация Я хороший Я хороший Я хороший Это неправильно Это неправильно Так нельзя делать А если другие Нам говорят Ты хороший Что нужно делать Говорит Надо говорить Я об этом Ничего не знаю Ничего не знаю Об этом Я на самом деле Хочу служить Я не знаю Хороший или покой Мне это не интересно Я хочу служить Как только тебе сказали Хороший И тебя развезло Мне не мешает Сейчас Я забыл Сейчас Простите Я развезло Хочу служить Снаружи Зато душой Красив Наверняка Главное Чтоб не развезло О Совершенно верно И это возможно Только если ты Имеешь наставника Потому что он тебе поможет Чтоб тебе и не развезлил Это там ты Да? Да Это самый главный враг Человек Это гордость Гордость Это самое первое проявление Эгоизма Ложного эля Смотрите У меня был случай в жизни Такой интересный Мой наставник Духовный учитель Сказал мне Чтобы я Людям Читал лекции Он посмотрел на меня Сказал Это главное Что ты должен делать Читать лекции Людям Потому что Так Господь хочет Что ты жил при Нем И я как-то приехал к Нему И он говорит Как у тебя проходят лекции Я ему говорю Успешно Успешно Много людей Приходит на лекции И он так посмотрел на меня Там было несколько учеников И он начал Очень долго Общаться с другим учеником Я сижу Как бы я не получил Никакого ответа И посмотрел на меня Просто отвырнулся Дальше начал Другим ученикам Но он Не то что он без любви Он стукнул Но он не дачник Он не продолжил со мной разговор Я вышел И говорю Что-то не то Что-то не то Я сказал Потом на следующий день Я пришел к Нему И говорю Мой духовный учитель Вы знаете Я не знаю Как проходят мои лекции Я просто хочу вам служить И все И он сказал Не будь дорогой Все хорошо Слушай Никогда не гордись собой Это тебе не поможет Не поможет Понимаете да О чем я говорю Гордость живет в нас Это огромная символ Если мы сами оцениваем Свою деятельность Сразу приходит гордость Она разрушает жизнь Я как-то был На встрече С одним человеком Интересным Он возглавляет Медицинский вуз Огромный Я не буду говорить Где и кто Я просто привожу пример Я не против этого человека Я просто привожу пример Понимаете Я хочу нектара Я не хочу копаться В его недостатках Но я сейчас вам объясняю Как не надо Это ректор вуза И у нас с ним была встреча Всего 15 минут 15 минут Все 15 минут Он мне рассказывал Сколько у него академиков В институте выросло Под его руководством Сколько докторов наук Сколько у него выросло Ученых И сколько научных открытий Произошло под его руководством Он мне рассказывал Я сидел Кивал голову Все время Я не сказал практически Ни одного слова имени И знаете как беседа закончилась Когда время наше закончилось Он посмотрел на меня И сказал Спасибо вам Мне очень приятно было С вами поговорить У нас была такая хорошая беседа Мне кажется что Он хороший человек Представляете какой ужас Какой ужас Человек всю жизнь занимался науком Он всю жизнь Он сделал столько гениальных Замечательных открытий Он столько воспитал Гениальных Замечательных людей Но одна вещь Которую он не смог сделать Гордость захватила Его сознание И в результате Он забылся в этой гордости Он потерял себя И это означает Что он потерял Все что у него есть Потому что гордость Она уничтожает все Эйнштейн в конце жизни И сказал Я понял что этот мир Для меня практически не поздно Я понял что я практически Ничего не знаю Это его были слова И от него уходят Это значит что Он настоящий ученый Знаете Это значит что Первое и главное Что он в себе растет Это чистоту сердца Которое проявляется Только в смирении Когда человек Не считает себя вершителем Он считает себя слугой И это самое могущественное положение В жизни Давайте возьмем Великих людей Суворов Победил 50 тысяч армии У него была Он победил 500 тысяч Армию противника 50 тысяч войска 500 тысяч противника Можно победить Нет? Ну давайте Поменьше сделаем 5 человек Против 50 Можно сражаться? Нереально 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 То же самое Что 50 тысяч Против 500 Ну нереально Сражаться Знаете Кто такой был Суворов? Он Солдатов Знал по именам Он обнимал их Каждый день Он говорил Я ваш слуга Он заботился О них Как о своих сыновьях Он любил их Бесконечно Они любили За этого бесконечно И готовы были Отдать за него Свою жизнь Вот это Называется Нестоящее отношение Старшего и младшего В результате У турков Не было шансов Вообще Не было шансов Победить его Понимаете То же самое Та же самая ситуация Александр Македонский 40 тысяч Войска у него 300 тысяч Армии противника Царя Далии Сопоставимые Нет количества Нет У Талии Не было шансов Потому что Александр Македонский Это не тот человек Который Последний В голливудском Фирме Был показан Смотрели Про Александра Македонского Голливудский фильм Кто смотрел Ура Показали Показали Такого С неправильной Ориентацией Показали С лощавинского Александр Македонский Не был Я когда фильм этот Увидел Я взял Начал летописи Искать Нашел Что это был Высокого роста Очень мужественный Крепкий человек Он спал на земле Постоянно Служил своим солдатам Не позволял им Никого грабить Выполнял перед ними Свой долг И очень честно Относился Ко всем И с любовью Там в этом фильме Было показано Как он убил Раненого Да Не дал ему мучиться Этого не было В его жизни Он всегда Служил раненым Заботился о нем Никого не убивал Человек был Большого сердца Александр Македонский Очень смелый Вершительный воин И с добрыми Качествами Очень глубокий Поэтому Он побеждал Всех подряд Никто не мог Стрел Солдаты любили Его больше Своей жизни Понятно? Нет О чем я говорю? Я сейчас говорю О том Кто имеет Право быть старшим Человек Может быть старшим Только в том случае Если он сильнее Служит всем остальным Возьмем Жукова Точно так же Служившего Солдатам Своим Тоже Его любили Бесконечно Потому что Он был слугой Для всех За него И старшим И младшим Может человек Быть только Если он находится В настроении Слуги Нет другого Настроения Приводящего К победе В этой жизни Правильно Работает Тут чувство Собственного Достоинства Только такая Другой Нет Итак Виды неправильного Отношения К себе Все Виды неправильного Отношения Означают Я хороший Отношена Такая жизнь Я ее Только заслужил Или заслужила Следующий этап Надо мысленно Желать Части Этому Человеку И установить В сердце Правильное Отношение Чистые Отношения И дальше Что нужно Сделать Нужно Продолжать Пополнять Перед ним Свои обязанности Но Не приближаться К нему Пока Он Не изменит Свое поведение И это Изменение Поведения Будет Из трех Этапов Состоять Первый Этап Он будет Злиться И пытаться Сломать Твою волю Второй Этап Он будет Подлизываться И пытаться Угладить Отношение Хитрости И третий Этап Он начнет Диалог Честный Диалог Что происходит Тогда Возобновляем Отношения С вами Виктория Которые Говорим Насчет Отношений Ушел Да Мы послушаем Тогда Очень важно Понять Мы говорим Правильное Отношение К родственникам Сейчас об этом Говорим Следующая тема У нас Очень важно Понять Что правильное Отношение С родственниками Могут Устроиться Только Во время Спокойной Беседы Самое высшее Проявление Любви К родственникам Это не то Что мы Ласково Идем С ними Глазки Им строю Наслаждаем Сделать больно друг другу. Хотя самому иногда становится больно. Что боль преодолевает внутрь отношения с Богом? Когда у человека с Богом сильная связь, у него много счастья внутри. И он может терпеть боль, которая приходит от близкого человека. Понятно, да? Человек, который не служит Богу, он нищий. У него нет возможности терпеть. И поэтому он не может такие отношения строить. Сейчас я вам одну песню пою, которая вам сразу даст понимание, что такое настоящее семейное отношение. Внимательно слушайте. А? Как? Среди жены красного старшин не говорят. Нет, нет, это песня. Это песня, я думаю, другую тему. Это другая песня, которую я сейчас пою. Другая. Серебряные свадьбы, негаснущий костюм. Серебряные свадьбы, сердечный разговор. Что значит сердечный разговор? То, о чем я сейчас сказал. Это ответ на вопрос, почему серебряные свадьбы, почему так или долго прожили друг с другом? Потому что они могут так разговаривать. Понятно, да? А? Люди, да. Хвали. А? Что? С родственниками не всегда получают. С людьми получают? С людьми получают, с чужими? С родственниками нет. Мы собираемся в духовные группы какие-то, да? В духовные группы собираемся. И там мы такие святые. Господи. Так нежно разговариваем. Духовные группы, духовное общение. С лебедями помните, да? С лебедями мы собираемся, с лебедями. Вот. Духовное общение, чистая беседа. Такое, в общем, возвышенные люди. Такие. Домой приходим. Да. Варежку открываем. Серебряные свадьбы, сердечный разговор. Настоящие вещи в сердце человека проявляются только в результате близких отношений. Вот кто ты, тебе скажут, а тебе твоя жена. Ты мне жена так говорит. А я тебе послушаю, тоже внимательно. Она когда видит, я чуть-чуть гордюсь, она подходит ко мне и говорит. Послушай, я одну вещь хочу сказать. Помнишь, ты в лекции такой-то, на такой-то минуте сказал, кто ты, скажет тебе твоя жена. Помнишь? Я говорю, помню. Он говорит, ну вот, хорошо. Помни дальше. Это правильно? Это правильно. Так же лобожна совести. Это хорошо. Продолжение следует. Отлично. Это правильно.